В обязанности властей входит не только задача облагораживания облика города, но и обеспечения безопасности для жителей. В частности, администрация Твери продолжает принимать меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Для этого до конца текущего года на улицах планируется установить 60 искусственных неровностей. Где именно появится так называемый лежачий полицейский и как относятся к этому водители, выясняла Наталья Федорова. Тендер на выполнение соответствующих работ уже объявлен. Согласно нормативам, высота искусственных неровностей должна составлять от 50 до 60 мм. Также они должны иметь светоотражающие элементы. Где именно планируется устанавливать, как говорят в народе, лежачие полицейские, неизвестно. Но можно предположить, что это будут придомовые территории, дороги возле школ и детских садов. Однако такие искусственные неровности приветствуются не всеми жителями, а именно водителями транспортных средств. Как мама я могу сказать, что это хорошо. И очень, конечно, около школы. И это очень дисциплинирует нас, как водителей. Но, с другой стороны, у нас не у всех большие машины, высокие. У меня лично низкая. И поэтому очень часто я цепляю днищем по этим полицейским. Ободранные днища, испорченные подвески. В этот список, возможно, внесли вклад и искусственно созданные неровности. К нам очень часто обращаются машины с проблемами по ходовой части. Но это связано тоже с тем моментом, что люди не соблюдают скоростной режим. Прилетают лежачие полицейские на большой скорости. Некоторые предпочитают проезжать лежачих полицейских по диагонали, залезать на холмень к бочкам. Такой вариант приемлем, но лишь в том случае, если проезжая часть попутного направления достаточно широка. А рядом нет других автомобилей. Но самое главное – это соблюдение скоростного режима. Не только для сохранности машины, но и для безопасности пешеходов. Остается надеяться, что лежачие полицейские появятся там, где их обустройство действительно обосновано. А водители будут соблюдать скоростной режим не только в этих местах, но и везде, где есть угроза наезда на других участников уличного движения.